Здравствуйте, друзья! Меня зовут Андрей Жуков, обзоры фото, видео и всевозможных гаджетов для фотографов и операторов. Сегодня мы с вами поговорим про цвет фотографии, про то, как делать ваши фотографии более выразительными, как цеплять за мгновение внимание зрителя и как вообще разобраться в этом страшном понятии цвет. Каждый день, когда мы просматриваем фотографии, вы наверняка сегодня замечали это, ну в том же инстаграме вы пролистываете кадры и сколько вы тратите, да, вы тратите менее одной секунды на просмотр каждого кадра. Некоторые вас цепляют, некоторые нет, вы не задумывались почему. И во многом, во многом, да, ваше решение влияет именно цвет. Цвет супер важен, потому что зритель буквально на ходу, может быть даже на улице смотрит ваши фотографии, и он не видит вашу задумку, он не видит вашу модель, он не видит ваш замечательный художественный замысел и даже резкая у вас картинка. Он видит сначала цветовые пятна, которые о многом говорят в психике человека, и дальше уже зритель решает продолжать ему всматриваться или поверхностно пролистнуть эту фотографию, может быть где-то на подсознании даже пропустить ее, хотя даже в таком формате иногда ваши кадры запоминают и возвращаются к ним, но об этом в следующей выпуске. Но, когда мы смотрим на цветовые пятна, мы получаем совершенно конкретные сигналы. Вспомните красный цвет, цвет крови, но это же не очень хорошо, правильно? Это какой-то ужастик, черт возьми. А, например, какие-то супер яркие ядреные цвета, к которым стремятся многие начинающие фотографы. Друзья, вы никогда не задумывались, почему мы вообще-то эти цвета как бы, ну, не очень хорошо воспринимаем? Ведь есть всевозможные лягушки, рептилии, да, там, змеи и так далее, чей яркий окрас, пауки, он говорит только об одном, о том, что опасность, яд, и ты как бы умрешь. И как вы думаете, если ваши фотографии просматривает зритель в Инстаграме, у него меньше одной секунды, и тут он видит ядовитую картинку, он думает, что он умрет, и быстро перелистывает ее к другому кадру. Зеленый цвет, замечательный цвет, цвет травы, это еда, это релакс, это лес, это, опять же, безопасность, может быть, даже дом. Такие ассоциации могут быть у человека, когда он видит такой цвет, и это хорошо, это природный цвет, его можно использовать, и он будет привлекать внимание. Смотрите, сзади у меня сегодня голубая подсветка, это неспроста, это для того, чтобы вы мне доверяли. А если вы сомневаетесь, что это работает, посмотрите на свой смартфон сейчас, вот прямо сейчас, посмотрели? Иконка Фейсбука какого цвета? Синего. Иконка ВКонтакте какого цвета? Синего. Иконка Твиттера какого цвета? Синего. Твич фиолетовый, но тоже рядом. А что у нас еще? Телеграм, черт возьми, тоже синий. Почему все социальные сети, по самые популярные, ну кроме одноклассников, они оранжевые. Вот, почему все они голубого цвета? Потому что мы доверяем этому цвету и хотим туда возвращаться. Это цвет неба голубого, цвет спокойствия, цвет воды, опять же, тоже спокойствия, умиротворения. Ведь можно вечно смотреть, как течет вода и как горит огнем. Иконка одноклассников, шучу. Но, например, есть цвет коричневый, оранжевый. Что это? Это кожа человеческая, это спаривание. Ну, тут тоже важно понимать. Есть животные, опять же, про яркие краски говорят, да, которые тоже все в ярких-ярких цветах. Но для чего они им нужны? Правильно, чтобы привлекать партнеров для спаривания. Вы хотите, чтобы с вашими фотографиями, не знаю, с пейзажами спаривались? Вот, поэтому подумайте лишний раз, когда будете ползунок saturation выкручивать или какие-то супер ядреные цвета снимать. Есть еще три замечательных цвета. Я вот сегодня, например, в серой футболке. У меня белая студия и достаточно много черных объектов на фоне. Это нейтральные цвета, цвета, которые сочетаются с чем угодно. И вот, смотрите, да, оранжевый акцент у меня за спиной. Это тоже такая штука неспроста. Я так вам не даю расслабиться, иначе у меня была бы скучная картинка, на которой вы засыпали. Но вообще-то это ошибка, да, такие цвета лучше не допускать в вашем кадре, если только не делать это осознанно. Ну, это так называемые цветовые акценты. Ну, и самый главный простой прием при работе с цветом, что сделать правильно. Если вы не понимаете, как подготовиться к съемке, как вообще работать с цветом, возьмите серый, белый, черный, добавьте сюда один цветовой акцент, все будет замечательно. Это основа работы с цветом. Если вы хотите, чтобы цвета сочетались в кадре, есть такая штука, как цветовой круг. Ну, радуга кружочком просто ее закруглили полностью. Так вот, в цветовом круге есть все цвета, но они так расположены, что ими удобно пользоваться. Например, можно усиливать оттенки одного цвета, то есть такие монохромные цвета использовать или подобные цвета использовать. Если вам интересно, мы обязательно углубимся в эти понятия в других роликах, пишите комментарии. Но, смотрите, самое главное, что важно понимать. Важно понимать, что, например, там фильтры Instagram, они как раз все, как раз вот на монохроме работают на усиление одного цвета какого-то. Большинство этих фильтров. И они всем нравятся, черт возьми, вы тыкаете в эти фильтры Instagram, когда делаете сторис, и такие, о, Перис, Осло, Нью-Йорк, да. Ну, не все фильтры работают одинаково, но в целом это так. Какие есть варианты, как можно сочетать цвета? Самое простое сочетание цветов, это берем цветовой круг и берем цвета, которые находятся напротив друг друга на этом цвете. Сверху, снизу, справа, слева. Это так называемые комплементарные цвета, которые противоположные еще иногда их называют цвета, которые отлично сочетаются друг с другом. И это позволит вашей фотографии быть, ну, действительно классной, прикольной, выдающейся. Если вы хотите чего-то более сложного, какие-то другие сочетания цветов, вы хотите экспериментировать, я вам рекомендую такая штука. Есть такой сервис, его можно назвать таким совершенно бесплатно, от компании Adobe, это color.adobe.com. Есть такие же приложения от компании Adobe, тоже бесплатные, на Android, на iPhone, без проблем. Что вы видите? Первое, вы видите, во-первых, цветовой круг, вы можете выбрать один цвет. Например, вы знаете, что модель у вас будет сниматься в розовой блузке. Вы берете эту розовую блузку и указываете приложению, собственно, Adobe Color на сайте. На этот цвет кликаете, и он показывает разные варианты сочетания цветов именно к этому базовому цвету. Более того, это приложение можно использовать наоборот. Можете взять кадр из фильма, который какой-то супер атмосферный, красивый, или какую-то фотографию фотографа, которую вы хотели бы повторить в обучающих целях. И вы можете взять опорные цвета оттуда. Настроение фотографии будет максимально близким к работе автора, который вы выбрали. Если вы снимаете портрет, как вообще сделать по-настоящему красивый портрет в плане цвета? Ну, начните с чистого цвета. И вот тут тоже одна очень важная настройка камер, про которую многие забывают. А зря. Вот на предыдущем стриме про боди-артс, да, есть у меня на канале, вот есть ссылочка на него, вы можете увидеть замечательную вещь, замечательную штуку. Как я сделал кожу модели просто офигительно крутой. Я накрутил это с помощью баланса белого. И далеко не факт, что вы, когда обрабатываете фотографии, будете, имея даже RAW-файл на руках, так сильно задерете баланс белого под тот конкретный свет, который у меня был, под импульсный свет, да, на тот момент. И у вас получится вот такая именно кожа. Поэтому имеет смысл сразу знать и понимать, в каком направлении будете двигаться, и как работать с балансом белого. Если это интересно, мы тоже можем на эту тему записать целое отдельное видео. Так вот, у нас получилась суперкрасивая кожа. Я сейчас вот специально спойлерю, посмотрите обязательно этот стрим, он дико полезный. Как настраивать цвет? Ну вот, например, вы хотите сделать портрет, и вы хотите сделать портрет, чтобы его было приятно смотреть. Какие есть у нас особенности? Начните с естественного света, найдите какое-нибудь помещение, где есть большое окно. Выберите свет такой, который, ну, близкий к закатному. То есть еще закат не начался, но примерно за час, за два до заката. То есть уже такое низкое достаточно солнышко, но оно не светит вам в окно. Оно просто освещает улицу. И вот большое окно, вы в помещении, желательно в нейтральных цветах, и вы берете модель. Выставьте баланс белого на вашей камере в значение от 5250 кельвинов до 5550 кельвинов. Вот примерно в этом промежутке. Оденьте модель таким образом, чтобы на ней был тоже цветовой ритм какой-то определенный. Ведь ритм бывает не просто ритм, да, то есть ступеньки, колонны, цвет-тень, 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 да. То есть вот это самое простое, что делают студенты. Как можно добиться клевого ритма? Сделайте ритм по балансу белого. То есть оденьте модель, например, в джинсовку. Это голубой, холодный цвет. А свитер под джинсовкой, пускай будет теплый. Это коричневый цвет, например. Накиньте, не знаю, шарфик или оденьте шапку, шляпку теплого цвета, да. То есть, чтобы все время было теплое, холодное, теплое, холодное. Да, голубые линзы, загорелое, теплое лицо. В этом все вам позволит получить очень чистый исходник, который очень легко обрабатывать. А зачастую и не надо обрабатывать вообще. Так работает цвет, друзья. А теперь, друзья, очень клевое задание. Когда я учился за рубежом на фотографа, нам это задание давали постоянно. Оно называется RGB и в идеале еще WB. Да, RGB, WB. Вот. Что вам нужно сделать? А вам нужно сделать, на самом деле, серию из трех или пяти фотографий. А то из шести. Сейчас вы все поймете. Что нужно сделать? Нужно найти какую-нибудь фотостудию у себя в городе. Это важно. На студии должны быть фоны всех нужных вам цветов. Это зеленый, это красный, это голубой. В идеале черный, серый, белый. Да, то есть вы поняли. Все основные цвета. Ну, можно без серого. Это скучно. Но хотя тоже это работает. Дальше. Вам нужно снять вот такие фотографии. То есть полностью красная фотография. Портрет в красном фоне. То есть вы подбираете одежду. Это для вас будет большой геморрой найти такую одежду, которая будет по цвету фона сочетаться с ним практически идеально. Вам нужно найти зеленую одежду, голубую одежду. В идеале черную, белую. Это просто. И когда вы сделаете такие фотографии, если у вас получится нечто подобное, вы прочувствуете вообще саму суть, сам прикол работы с цветом. И самое главное, эти фотографии будут очень круто смотреться, несмотря на то, что там всего один по большому счету цвет и портрет. Это очень прикольный проект, как минимум для вас. Присылайте фотографии в комментарии. Я с удовольствием буду делать их разборы вам, если это тоже нужно. Сделаем стрим, если это необходимо. Хочу оставаться с вами на связи, быть вам полезным. Меня зовут Андрей Жуков. До новых встреч!